Вот наше платье. Зарисовка вида спереди и вида сзади. У нас а-силуэт, слегка расклешенная к низу, с нагрудной выточкой, с вырезом по горловине, слегка спущенной плечиком, но чуть-чуть прикрывающая руку. Планирую здесь без молнии и без среднего шва, естественно, сзади. Пока предполагается, что у нас все-таки будет перед чуть повыше, а сзади как хвостик такой, но до пола. Он не будет, этот хвостик, волочиться по земле. Вот, но пока на первую примерку я буду делать ровное платье спереди и сзади без вот этого вот выреза по переду, потому что мы еще не окончательно решили с нашим заказчиком, будем ли мы так делать или нет. Поэтому просто четко до пола будет передняя и задняя половинка, а потом я покажу, как я буду ее выводить. Вот так. И еще что я планирую сейчас делать? Частично выточку я переведу вниз и сделаю легкое фолдирование. Если у меня сейчас будет получаться по ткани, потому что ткань очень сильно узкая. И то же самое я маленькую выточку заложила вот здесь по плечу и ее размоделирую вниз. Вот. И сейчас вкрою я вам все это покажу. Вот ткань нашего платья. ХБ-шечка. Внутрь я кладу лицо ткани. Здесь у меня кромка по сгибу идет. Здесь кромка по срезу. И здесь сгиб ткани. Ткань довольно-таки узкая. Я сейчас ее не измерила, но я надеюсь, что мы пройдем в наши выкройки и с нашим размером. Вот. Сложили лицом к лицу ткань. Уравняли примерно вот тут по кромке. Ну, не примерно, желательно четко уравнять. Просто она... А, и обязательно перед декотированием ткани постирать. Все ХБ-шки. Даже на данный момент я сейчас стираю в машинке практически абсолютно любую ткань. Ну, кроме, конечно, пальтовой кожи и меха. То есть все остальные ткани я стираю в машинке при том режиме, при котором я буду стирать данное платье. То есть тут у меня был режим 30 градусов вода, ну, порошок, который мы будем в дальнейшем стирать и отжим там 900 оборотов. То есть вот оно отжало, я положила на стол, разложила, оно высохло. И сейчас я сложила лицом к лицу ткань. И сейчас буду декотировать с паром. На данном моем утюге вот тут я выставляю 2,5, ну, почти 3 с паром. И начинаю утюжить, расправляя все вот эти вот какие-то заминки такими вот движениями. Эта ХБ-шка здесь, конечно, полегче ее утюжить, трикотаж гораздо сложнее. Помните, что я говорю все время, что вот здесь мы не доходим. Минимум на 4-5 сантиметров до сгиба, чтобы не сделать заутюженный сгиб. Потому что платье у меня будет без шва сзади, ну, естественно, без шва спереди. Вот такими вот движениями мы аккуратненько утюжим. Если у вас ткань будет более мягкая, что ли, будет тянуться за утюгом, тогда вы больше делаете вот такие вот полукруговые движения. И больше как на воздушной подушке, чтобы волна не бежала никуда. Ну, более детально есть на канале еще утюжка тканей. Особенно пальтовой ткани, как ее утюжить, как мы ее там намачиваем. Ну, и, по-моему, где-то даже должен быть трикотаж. Если что, я дам ссылки на этом видео по поводу декотирования ткани. И вот так декотируем весь кусок. Потом можно будет его вот так вот взять, сдвинуть, да, вот этот вот, чтобы отутюжить вот эту вот среднюю часть, где у нас получился сгиб. Естественно, никакие мы с вами фалды не создаем или замены, или защипы. Вот, раскладываем ткань. Ну, в данном случае мне это неудобно делать. Я сейчас полностью кусок проутюжу, а потом, ну, покажу вам, ну, как обыкновенно я его разложу. И вот эту часть, где был сгиб ткани, я его вот так вот сверху буду приутюживать, чтобы, опять же, этот сгиб не заутюжить. И вот тут вот эти вот складки не наделать лишние. И так весь кусок. Вот, когда вы на ткани встречаете вот такие сильные замены, их надо вот так вот припшикать. Я бы сейчас пшикаю прямо на них. Как бы увлажнить. И еще раз заново утюжить. Потому что просто с паром они не отутюживаются. А когда намочите, или квачиком намачиваете. И вот и так вот утюжите. Мне все-таки пришлось полностью отутюжить ткань, сложить вдвое, и теперь вот всю ширину ткани разложить в один слой, и вот так вот утюжить вот эту серединку. Но обращаю ваше внимание, что у меня сейчас ткань сложена в два слоя. Обязательно. Потому что в один слой старайтесь не утюжить. В редких случаях. То же самое все с паром. Разутюживаем. До сгибчика туда нету ходим. И вот так вот начинаем. Водить, отутюживать. И уже будем сейчас раскладывать на столе. И кроить наше шикарное платье. Перед тем, как накладывать на ткань выкройку, мы с вами занимаемся просмотром рисунка. В данном случае вот у нас вот тут, ну, что-то какая-то такая абстракция. И вот мы с клиенткой прикладывали к себе и смотрели, что вот тут якобы идет как такая ворс-шерстка. Не знаю, она, конечно, не шерстка, но такие какие-то линии. Что лучше смотрится, когда якобы эта шерстка вверх. Вот сейчас я вот так вам покажу. И сейчас обойду и посмотрю, покажу вам с другой стороны. Всегда проверяйте. А тут вот оно как-то не очень смотрится. То есть мы краим наше платье. Низ изделия будет здесь, а вверх там. Просматривайте еще посередине ли идет. Вот видите, тут какие-то линии сбоя рисунка. Если для вас крайне важное раскрешение, то тогда вы уже, вот как я сложила кромку-кромки и все. То есть тут уже других вариантов у меня нет. Вот, а если будет сильно ломаться посередине рисунок, то вам придется как-то или другое, может быть, фасон придумывать без раскрешения. В общем, надо будет вам продумать. Если что, задавайте вопросы на ютубе. Так, что мы сейчас будем делать? Да, накладываем выкройку. А, и что я хотела сказать. Ширина у нас здесь всего 89,5 см ткань. Здесь сейчас в сгибе, вот так лежит, 44,5 см. В сгибе. Если разложить, 89, даже не полтора метра, а 89 всего. Вот я наложила уже переднюю половинку. Сгибу ткани. Да, видите, я там две линейки положила. Раздвижку я сделала по передней половинке, еще заложила больше фалдочку. Этим я чуть-чуть приподняла выточку, чтобы она не была такая большая. Вот, можно было и больше, но если бы длина меньше была. А у нас длина все-таки порядка метра от талии. Вот, то есть я отметила вот там внизу длину. Видите, я куда свожу эти линии. Обязательно одну линейку так кладите, это я вместе с припусками нарисовала. А вторую вот так вплотную к ней. И этим движением вы выведите сразу же линию, нужную вам для бокового шва. Вот, сейчас я ее обвожу, накалываю, сдвигаю, а только потом накладываю заднюю половинку и краю. Даже еще не краю, а просто намечаю так на всякий случай, чтобы не было никаких форс-мажоров. Ну, вроде я просчитала, что там как раз мы проходим с нашей длиной, все в порядке. Вот, какие припуски я вывожу. Значит, по горловине сантиметр, плечо 2 сантиметра, потому что первая примерка. По пройме 1 сантиметр, ну и по боковому все-таки я даю 1 сантиметр. А длина уже у меня метр, это вместе с припусками. Вот, приступаем. Вот я навела нагрудную выточку, смотрите внимательно. Вот так ее никогда не обрезайте. Когда ее заложите, у вас будет минус. И хоть вы ее и застрочите, вроде как эти края совпадут, но вот тут как дырка такая будет внутри выточки. Всегда ее рисуйте таким как конусом, таким, видите? Не знаю, как геометрия это называется, но очень чем-то на что-то похожее. Вот, то есть вот так выводите эту линию. Видите, вот боковой от проймы пошел, вот сюда вот так. И дальше уже боковой вниз пошел. Обязательно метка талии, да? По плечевому, как я говорила, 2 сантиметра. Ну, в общем-то, я посмотрела на остальной кусок ткани, мы можем накалывать и сразу же вырезать. Переднюю половинку. Накалываем булавки всегда параллельно низу. Вот, низ изделия и вот так параллельно низу, вот так накалываем булавки. Видите, параллельно низу. Вот, весь крой вот так скрепляем, да? Вот так параллельно низу. Вот, и сейчас вырезаем. Если раскрою, обязательно ставим надсечку по центру переда. Обязательно надсечки по краям выточки. 2-3 миллиметра 2-3 миллиметра и по талии очень аккуратно складываем пока эту детальку и приступаем к крою в задней половинке вот я наложила заднюю половинку заметьте, с таким же расширением внизу выкройки, как и по передней половинке уж точно по задней половинке не должна быть больше фалда, чем по передней ну вот раскрытие вот этого рельефа более детально я это даю на нашем дистанционном курсе, где как закладывать вот эти выточки, какое моделирование делать, то есть это такое платье из нагрудной выточки еще и почти трапеция и асилуэт то есть что-то такое среднее на грани из трех этих фасонов что дальше делаем? припуск сантиметр по ростку 2 сантиметра по плечу по пройму 1 по пройме 1 и по боковому 1 заметьте, так же самое я выкладываю вот эти линейки вот вывожу одинаковое расстояние у меня там от этой выкройки 45 сантиметров вниз 45 сантиметров вниз от выкройки чтобы она у нас была одинаковой по переду и по заду а потом, только после примерки буду выводить по переду больше, по низу, ниже но пока будет пускай так все тоже можно будет накалывать сейчас параллельно низу булавочки возле припусков через каждом 10, 15, 20 сантиметров обязательно надсечка по центру спинки в районе ростка и по талии и завтра мы приступим к тому что мы будем уже собирать на примерку наше платье я покажу вам что такое стяжки ну и постараюсь, наверное, заснять часть нашей примерки ждите завтра нового видео второй части нашего платья напоминаю что здесь надсечка по центру ростка и на талии надсечка вот она, да? и еще под видео будет в комментариях более подробно описан наш дистанционный курс вот, если что, задавайте вопросы до завтрашнего дня наш крой будет в таком виде лежать ни в коем случае не прикладывайте не примеряйте к себе вырезанную сейчас деталь переда и зада ни в коем случае потому что вы растягиваете и горловину, и пройму и потом бесполезно вносить изменения в выкройку а так потом раз все изменения внесли а второе платье пошили без примерок так же самое задние половинки вот видите, росток, плечо, пройма бок пошел вот в таком вот виде они только должны лежать на столе не висеть на стуле а только на столе или на полу в крайнем случае вот, и вот этот крой будет зажидать до завтра точнее Болева ありがとうございました p него